Меня зовут Ксения Шмельчик. Кроме того, что я работаю в компании SoftServe, я еще развиваю комьюнити в городе Дневропетровск, комьюнити Google Developers Groups. И вот как один из организаторов Google Developers Groups уже четвертый год посещаю конференцию Google.io. Пару слов, что такое Google.io. И для начала, может кто-то знает, смотрел в этом году Keynote, сессии, кто-то смотрел, интересовался? Смотрели некоторые? Да, я смотрел. Ну, хорошо, тогда будете, если что, дополнять, если я вдруг что-то забуду. Ну, в принципе, для тех, кто слышит о конференции первый раз, Google.io – это самая большая конференция по гугловским технологиям, где корпорация анонсирует свои хардварные, софтварные новинки за прошедший год. Ну, понятно, что это задумывается как конференция для разработчиков, но, помимо этого, то есть конференция – это не только тактовки. Стоит отметить, что конференция также предоставляет очень хорошую возможность для нетворкинга, для того, чтобы можно было пообщаться с людьми, которые работают над андроидом, над TensorFlow, над другими технологиями, которые мы используем, задать какие-то вопросы, которые нас интересуют, но нет возможности, допустим, задать даже в онлайн-форуме. И также есть стенды, где Google показывает свои какие-то новинки, исследования, и есть даже люди, которые не работают в Google и не относятся к Google, которые тоже имеют возможность показать свои наработки. Об этом мы поговорим позже. Вот. В этом году конференция проходила в мае в амфитеатре, который находится на территории Google Плекса. И помимо тех толков, которые были, в принципе, основной массой, это 150 тех толков на протяжении трех дней, были еще Office Hours, как раз то, что я говорила, то есть команды Android Studio, Android, TensorFlow, Firebase и всех других, Progressive Apps и всех других продуктов выделяют определенное время, то есть время, как сессии, где вы можете зайти, показать, допустим, свое приложение на ревью, поговорить о каких-то будущих импровментах, спросить и рассказать о том, чего вам не хватает, ну и, соответственно, получить какой-то фидбэк. Помимо этого, был еще огромный павильон в этом году, где все желающие смогли пройти кодлабы по разным технологиям. Эти кодлабы доступны, в принципе, для всех в интернете, я в конце дам ссылочку, и вот если, допустим, вы хотите начать, допустим, начать изучать Firebase, вы можете открыть кодлабу, пройти ее, это буквально займет в среднем час времени, и, в принципе, результат от кодлабы намного выше, чем если читать статьи на хабре, на других ресурсах, на медиуме, поэтому кодлабы очень рекомендую к просмотру. Помимо этого, были еще сонбоксы, это павильоны, в которых были разные технологии, допустим, один был павильон по Tango и Daydream, вы могли зайти, потестить превью девайсов, поговорить с разработчиками, посмотреть, что нового планируется именно в рамках ближайших анонсов. Ну и, в принципе, в этих павильонах вечером была автопати, то есть они были днем такие интересные, технологичные, вечером было место для автопати, и, ну, то есть, учитывая то, что их было всего 19 штук со всякими разными фишками, то что днем, что ночью было очень сложно все обойти, поэтому не зря конференция проходит три дня. В этом году основной идеей и, в принципе, не только идеей, а, скажем, уже определенными действиями и планом на следующий год стал такой мотив, как переход от Mobile First к Artificial Intelligence First. То есть, Google закоммитился, что в течение ближайшего времени они будут очень много вкладывать в развитие и своих продуктов, и инструментов для разработчиков по искусственному интеллекту, и, ну, как бы они считают, что АИ очень сильно влияет на бизнес, на жизнь людей и на все остальные сферы, допустим, на медицину, и они как бы стараются эту сферу развивать, ну, и это полезно им, и нам, скажем так. Вот, ну, ключевое, что, в принципе, нужно для того, чтобы эту сферу развивать, это данные. поэтому, ну, часть данных и моделей они опенсорсят, часть пытаются собирать теми же Google Photos, делая их нелимитированными и позволяя пользователям загружать свои фотографии, что является как раз вот этими массивными данными, которые они могут потом использовать. Вот, первый анонс, который был, в принципе, очень, ну, с одной стороны, ожидаемым, с другой стороны, неожиданным, это был анонс проекта Google Lens. Что это такое? Вы в реальном времени можете сфотографировать или спросить ассистента, навести на какие-то предметы на улице, либо на какие-то вещи внутри помещения, на цветы, и попросить распознать, что это. И основываясь на своем knowledge graph, Google, в принципе, понимает, что вы ему показываете, если это заведение, он покажет там рейдинг заведения, информацию, если это какая-то вещь, он попытается распознать, предложит опции, что это такое, и, в принципе, они собираются Google Lens интегрировать в Google Photos уже позже, в этом году, и, в принципе, то есть, это дает такую интеграцию и с ассистентом, и с вашими фото, и со всеми, ну, как бы, объединяет это в одну экосистему. Ну, как это будет работать в наших реалиях, ну, в принципе, учитывая, что Google Ассистент работает очень неплохо, уже имела шанс его потестировать, то будем ожидать, что эта фишка станет действительно очень крутой. Следующее, как раз, что очень впечатлило, это Google Ассистент, то есть, в том году они его анонсировали, но это было как-то не очень понятно, насколько будет хорошо работать, какие есть возможности, какие есть возможности для нас. Хорошая новость, ну, то есть, что работает Google Ассистент действительно хорошо. Плохая новость, наверное, то, что русский язык пока не поддерживается, но вот на этой конференции объявили поддержку японского, французского, немецкого языков, то есть, посмотрим, может, в следующих релизах доберемся до русского и украинского. Что еще хорошего в Google Ассистенте, то есть, помимо фишек, которые уже были, они хотят объединить все девайсы в экосистему и создать действительно такой умный дом, умную машину и умную технику. Первый апдейт, на который они пошли, это то, что Google Ассистент будет доступен всем мануфакчерерам, то есть, допустим, если кто-то производит бытовую технику, они могут использовать Google Ассистент и сделать свою технику, по сути, compatible с Google Ассистент приложением на вашем телефоне. В принципе, это очень круто, потому что, кто знает Xiaomi, они выпускают очень много умной техники и вот с тем, что Google в принципе предоставляет бесплатно Google Ассистент, можно ожидать, что на всеми нам любимой платформе мы получим ту же самую широкую поддержку разных устройств. Плюс еще было приятным андейтом, что теперь Google Ассистент работает и на iPhone, не только на Android, что в принципе по сути задействует любой ваш девайс, он будет совместим с Google Ассистентом. Что нового из фишек добавили? Первое, что стоит отметить, что Google Ассистент теперь различает голос, будет различать, и тем, да, это будут чуть позже. То есть, если, допустим, у вас в семье пользуется не один человек Google Ассистентом, то он будет различать там эти дети, муж, жена, кто именно пользуется, и, допустим, если вы просите построить маршрут до работы или там заказать такси до работы, то Google Ассистент будет знать, что кто с ним говорит и к чьей именно работе строить маршрут. Второе, это поддержка звонков, то есть, теперь можно звонить в любую страну на любой номер совершенно бесплатно. следующее, что они добавили, они расширили поддерживаемые сервисы, то есть, добавили Spotify для музыки, HBO и еще несколько разных. То есть, для нас это, ну, скажем так, сложно бенефит от этого отщадить, потому что эти сервисы не работают полноценно в Украине. Но, в принципе, посмотрим, что будет дальше, как я уже говорила. Следующая крутая фишка, это то, что если у вас, допустим, есть Chromecast, то можно соединить это все в одну экосистему, то есть, подсоединить Chromecast к Google Home и, в принципе, если мы что-то спрашиваем, то можем сразу не просто получить голосовой ответ, а, допустим, ответ или что-то запустится на телевизоре и уже мы получим Visual Response. Также добавлен Bluetooth и поддерживаются несколько типов операций новых, среди них платежи. В принципе, если вы хотите расплатиться в кафешке, перечислить деньги, это можно сделать с помощью ассистента, что тоже удобно. Приятным бонусом стало то, что... Ага, это еще дальше расскажу. Интересная реализация приложения, которое использует Google Ассистент, это была машинка МакТейлс, по-моему, называлась. Она предоставляла, ну, она, получается, на основании информации о вас собирала вам коктейль, то есть она, скажем так, делала предикшн ваших вкусовых предпочтений и, исходя из этого, делала вам коктейль. Вот. В принципе, что еще хочу сказать, что Google запустил сейчас Actions on Google Developer Challenge, что это такое, то есть вы можете написать приложение для Google Home, засубмитить его, это на Азиаби 31 августа, и выиграть один из 20 призов, включая вот как раз приглашение на Google I.O., наверное, на Google Developers Day и еще всякие плюшки. То есть, если у вас есть интерес к этому девайсу, интерес поучаствовать, попробовать свои силы, то очень рекомендую для начала ознакомиться с документацией, пройти код лабы и податься на контест. Вот. Приятная неожиданность стала то, что всем участникам Google I.O. подарили Google Home Девайс. Вот. Ну, и в принципе, как человек, который ним уже попользовался несколько недель, могу сказать, что даже у нас вот в связке с Chromecast девайс упрощает жизнь. Ну, понятное дело, что не все функции в полном объеме можно использовать, но там для просмотра фильмов, для музыки, для каких-то базовых вещей можно использовать и в принципе нравится пока. вот. Следующий апдейт это был Google Photos. Скажем так, по сравнению с тем, когда они объявили, что будет unlimited storage, наверное, никакого вага-эффекта особого не было. Вот. Из фишек, которые могут быть полезны в ежедневной жизни. Это Shared Libraries, то есть вы можете определенные не просто шарить папки, а еще задавать условия, допустим, вы хотите, чтобы все фотографии детей были доступны в вашей второй половинке. Это можно сделать как раз с помощью ассистентов Google Photos. Помимо этого они добавили еще один экшн-ассистент как Suggest Insurance, то есть на ваших фотографиях детектится, кто на них присутствует и уже исходя из этого предлагают Suggestions, с кем пошарить фотографии. В принципе, для повседневной жизни, думаю, будет весьма удобно. Следующая фишка Photobooks, то есть вы можете зайти в свои альбомы, выделить часть фотографии, Google потом автоматически отберет лучше и сформирует с них фотокнигу, которую можно заказать за 10-20 баксов в зависимости от обложки, доступно только в США и Канаде, поэтому у нас на эту фишку не стоит рассчитывать. Первые две могут быть весьма полезны. Следующее обновление это по TensorFlow, то есть библиотека TensorFlow и так же достаточно популярная, в ней около 500 контрибьюторов, которые не являются гуглерами, и в принципе к апдейтам и библиотекам самой библиотеки, что хочется отметить, они пообещали выпустить чуть позже в этом году TensorFlow Lite, который будет оптимизирован и чуть-чуть урезан и как раз адаптирован на мобильные устройства, то есть в принципе на андроиде можно будет использовать всю мощь TensorFlow и какие-то модельки уже можно будет не опасаясь, что что-то будет тормозить использовать на мобильных устройствах. Следующий апдейт это кроме TensorFlow Google анонсировал АИ-платформу и облако для вычислений. В принципе как было заявлено они предоставляют доступ к своему knowledge графу. Пока еще это глубоко не копало и не смотрело, поэтому это думаю будет интересно для тех кому как раз глубоко хочется покопаться в теме АИ и МЛ. Самое интересное это наверное андроид потому что как ни крути но на Google это конференция для разработчиков всех угловских технологий но больше всего внимания определяется андроиду. Мне как андроиду разработчику тоже было интересно андроидные сессии и пообщаться найти людей с комьюнити с компанией которые промотят и развивают технологии именно по андроиду. наверное самым ожидаемым спойлер на заставке стала поддержка Kotlin и в принципе Kotlin уже давно ждали есть огромная аудитория поклонников и комьюнити которая его развивает кроме компании JetBrains есть еще очень много и Google девелопер экспертов и просто людей заинтересованных в развитии поддержки Kotlin на андроид поэтому скажем так все очень ждали и Google прислушивался к пожеланиям комьюнити и сделал Kotlin официальным вторым языком для андроида сделать его частью платформы и в принципе даже сейчас часть своих компонентов платформы они переписывают на Kotlin что еще порадовало что в новой студии Kotlin будет еще сильнее поддерживаться то есть даже буквально если вы будете копировать джавовский код и делать пест в Kotlin файл то у вас уже код во время копии песта будет преобразовываться сразу из джавы в Kotlin в принципе про преимущество Kotlin можно читать наверное на медиуме полдня в принципе из того что стоит ответить что больше синтаксического сахара код становится более компактным читабельным понятным Kotlin null safety и в принципе для лейаутов есть фреймворк Anka который позволяет делать верстать лейауты намного быстрее ну опять же про преимущества Kotlin наверное стоит почитать на медиуме если вы раньше с ним не сталкивались в конце я дам некоторые ссылки насчет того как начать изучать Kotlin кто ну как бы с ним не знаком в том числе это будет следующая классная штука это ну вот вот это наверное поистине самая классная штука после Kotlin новые архитектурные компоненты если до этого каждый писал свой велосипед были буквы MVC MVP MVVM и каждый скажем так делал свою реализацию как хотел то кукол наконец-то понял что в этом может быть траблы и ну то есть решили выпустить библиотеки которые как раз предоставляют унифицированные архитектурные компоненты и ну во-первых это будет проще для поддержки кода для того чтобы мы могли со своих проектов переносить части из одного в другой проект ну да и вообще в принципе то что оттестировано выложено гуглом думаю что как минимум надо посмотреть поизучать и наверное использовать вот пока еще руки не дошли толком глянуть но думаю в ближайшее время можно будет разобраться и еще поговорить об архитектурных компонентах вот по вот этой вот ссылочке советую посмотреть ну хотя бы почитать что они из себя представляют и в принципе угол обещает пополнение то есть не будет модифицироваться улучшаться и еще добавляться новые и ну в принципе по ощущениям вот как раз за этими компонентами у нас будущее так ну android представили второе превью из того но я думаю что по android уже многие слышали то есть это поддержка фонтов раньше мы использовали либо каллиграфии если нам надо было какие-то кастомные шрифты подгрузить сейчас же это можно уже делать нативно второй момент нотификации то есть нотификации кто кто пользуется ios знает допустим контекст нотификации возле иконки вернее контекст приложения возле иконки можно использовать для каких-то экшенов и плюс если допустим у нас в шторке в андроиде скапливается сильно много нотификаций то это не очень удобно вот сейчас кроме расширенной работы с ними то есть мы можем контролировать какие нотификации убирать что показывать какое их время жизни у нас еще появились вот такие вот контекстные нотификации и в принципе в принципе их тоже можно программно изменять настраивать ну как бы посмотрим как это будет как пойдет использование этих нотификаций вот и как бы андроид можно уже поставить на пиксель и nexus что еще есть фич в андроид о много времени уделяют секьюрити оптимизации и использование заряда батареи потому это скорее стандартные апдейты которые которые от одной версии андроида в другой версии андроида происходят другие импровменты можно почитать на официальном сайте вот и следующий апдейт это андроид студия 3.0 первое превью уже доступно в канале из того что клево представили это перфоманс туз они теперь в андроид студии можно профайлить по частям загрузку сети память загрузку процессора и в принципе по демкам которые показывали это сделано весьма удобно вот поэтому как только выйдет стабильная версия можно будет использовать в принципе для кого кому интересно можно поставить Кенри Чену единственное что для работы все-таки наверное лучше не рисковать вот следующая штука которая впечатлила для больших проектов которые весят много скорая сборки выросла в разы и вот опять же на демках которые показывали это было существенно заметно поэтому посмотрим как это будет работать в реальности вот ну опять же то что над этим работает уже очень радует следующее то что представили Android Go сначала сначала это прозвучало как-то слегка скажем так слегка шаблонно и напоминало всем известную игру но в принципе собственно что Android Go предоставляет это урезанная версия Андроида которая предназначена для того чтобы она запускалась и использовалась в девайсах с ограниченными характеристиками допустим с ограниченной оперативной памятью сторожем и прочим и в принципе вот Google планирует чтобы Android поддерживался на еще большем количестве девайсов то есть в этом году они заявили что на двух миллионах устройствах уже работает Android и вот в ближайшее время с выходом Android Go они собираются портировать новые версии операционной системы на скажем так более урезанную версию и в принципе при обновлении при обновлении девайса допустим с ограниченными характеристиками Android Go будет запускаться автоматически то есть не надо нигде отдельно это выбирать подставить и прочее плюс на Google Play будет отдельный раздел приложений которые ориентированы на Android Go следующее это Android Auto Android 2 Auto Google уже наверное показывает последние три года и ну как по мне то ничего существенно нового не было кроме очередной красивой машины в которую якобы интегрирована новая версия Android Auto ну по сути все то же самое то есть это урезанная версия Android единственное что они еще планируют добавить Google Ассистент но тем кто пользовался тем же Google Now и обычным голосовым поиском то в принципе разницы особой нету то есть этот апдейд скорее разочаровал что стоит еще сказать был очень клевый павильон с Android экспериментами причем большинство экспериментов даже были разработаны не Google корпорацией а были разработаны обычными людьми которые заметили свои проекты в челлендж по Android экспериментам и среди победителей тех проектов которые там были представлены первый проект он занимался чем у нас были разные фигурки и наводя Android смартфон мы распознавали какая-то фигурка и уже с какой вероятностью какая-то фигурка и приложение составляло песню используя вот этот наш распознанный предмет то есть в принципе вроде как идея и примитивная но выглядело это очень круто второй эксперимент был написан не гуглом и что собственно вы уже видите это аркада на рабочем столе обычная там в общем олдскульная игра вот ну собственно Android эксперимент это вообще простор для фантазии где можно что-то сделать даже не обязательно полезное но интересное и скажем так непривычное то есть подумать как это можно сделать используя какие-то возможности платформы следующее что хочется отметить это комьюнити то есть я же сказала гугл.io это не только о технологиях это еще о людях и в этом году была специальная комьюнити лаунч в том числе ну вернее в большей степени там сели гугл.девелоперс со всего мира и в принципе туда заходили гугловские топы там можно было просто отдохнуть поиграть в настольный футбол в теннис позаниматься какими-то нетворкинговыми играми как вы видите справа внизу которые предназначены на то чтобы импровировать ваши софт скиллы вот ну и собственно если вы заинтересованы в том чтобы посетить гугл.io в следующем году то что нужно делать то есть как вы знаете или не знаете даже несмотря на то что билет на гугл.io стоит достаточно немаленькую сумму билеты на гугл.io разыгрываются в лотерее то есть если вы подали заявку перевязали карту и хотите поехать это еще не гарантирует что вы сможете купить билет но есть определенные лайфхаки как можно поехать то есть первое вот андроид эксперимент это не просто интересно но в принципе засадмитив свой эксперимент и если он окажется одним в числе топовых вас могут пригласить представлять ваш эксперимент и кроме посещения на конференции вы еще будете иметь возможность выступить и презентовать свой проект следующее это actions on google challenge если вы создадите приложение для google home засадите его в контест и будете в числе лучших то среди билетов как раз разыгрывается поездка на гугл.io 2018 да вообще я думаю что это интересная возможность хотя бы разобраться и посмотреть какие проекты попробуют свои силы вот следующая возможность это во-первых либо билеты от комьюнити либо можно еще получить билеты поучаствовав в кододжем контесте специально но единственное что в этом году контест был только для девушек именно для google.io вот но в целом есть еще другие возможности но надо следить то есть вот эти вот три это те которые обычно есть из года вот и в принципе скажем так шансы утраиваются то есть если вы заинтересованы то можно постараться попробовать а там уже даже если даже если не получится то как минимум вы получите хороший опыт вот полезные ссылочки для тех кто не смотрел расписание сессии по андроиду вот кодлабы выделены кодлабы очень настоятельно рекомендую и в принципе по всем новым технологиям есть кодлабы ну сэмплы ссылки на то что было в докладе видео с Войтахом Колесински о том как начать использовать кодлин андроиде вот ну и наверное еще в заключение скажу что из тех апдейтов которые допустим вы ждали но не представили это вот ничего в этом году не было по google по проектам google jacquard и соли кто может слышал в прошлом или в прошлом году видел это ну скажем так а умная умная одежда то есть по проект jacquard это накидка обычная джинсовая куртка с помощью которой вы можете жестами контролировать и программировать определенные действия вот в этом году молчали по project moon часть проектов уже позакрывалась то есть те же тот же project around уже закрылся вот в принципе по android вару они конечно представили какие-то сессии но было достаточно мало их что еще в принципе я на раз в этом докладе не все не все новинки с конференцией покрыла то есть еще были апдейты по youtube по виртуальной реальности daydream были апдейты было очень было очень классный апдейт по google play developer консоль то есть google анонсирует очень много инструментов для аналитики анализа ваших приложений поэтому это тоже стоит посмотреть ну естественно по фарбейс добавились новые фичи тем кто пользуется фарбейсом рекомендую посмотреть то есть среди тех что может пригодиться это sms авторизация вот ну плюс апдейты по тем сервисом которые уже были вот у меня все спасибо за внимание если есть вопросы задавайте все интересно спасибо а сколько стоит тот домашний google адвайзер или как там google home в принципе они уже продаются в открытом доступе 129 баксов хорошо они не шипятся украину нет ну я не знаю может быть у нас где-то в цитрусе можно найти ну самый самый лучший вариант если кто-то будет ехать в америку то заказать заказать такой девайс ну они там продаются в самом большом их супермаркете таком супермаркете по девайсом называется best boy